приветствую вас друзья с вами варчик продолжение рубрики которая была немножко другая продолжать ее такой как она была нет возможности поскольку карты которые остались в игре на которую не был сделан видосик идеальный маршрут они не подходят они подходят больше под идеальную позицию поскольку там на карте с каждого респа есть полу позиции пару штук и все никакого там жесткого маршрута по которому проедешь и все найдешь нету поэтому будут некоторые видосики выходить с такими вот позициями эти позиции них нельзя сказать что это прям там как там позиции маракасе залезть на гору там пять лет туда лезть там куда-то там на какую-то ямку запоминать какой-то в непонятный маршрут залезть туда и оттуда накидывать какой-то урон по танкам которые стоят где-то очень далеко и бесплатно накидывать нет таких позиций у меня не будет это бред это просто не участвовать в бою очень долго когда куда-то лезешь потом стрелять по танкам которые возможно подставится это все время будут нормальные человеческие позиции это просто так сказать удобные точки для ведения боя для подсвета для активной игры и для нанесения урона на прохоровке все просто едем на центр карты кто-то любит на гору иногда на этой карте на этом респе ехать кто-то любит под железку становиться в центре я же люблю стоять просто посередине там очень хорошо играется от башни очень хорошо светится на первой минуте светляки которые переезжают и можно сразу дать тычку если не сидеть не умеют а в нашей игре на лт практически никто светить не умеет очень редко когда кто-то светит как надо чаще всего целиком прям выезжают на бур показывая весь свой танк так делать нельзя для того чтобы подсветить достаточно того чтобы у вас из-за бугура из-за холма по которому вы едете достаточно чтобы у вас торчали одни лючки но так почти никто не делает потому что видимо они не то что не умеет светить они даже не понимают как работает система маскировки и система засвета в игре world of tanks в принципе они тупо не понимают механику игры вот поэтому наверное они так вот безалаберно светит мы занимаем центр что мы здесь должны делать но прежде всего мы сюда должны ехать не тупо на всем подряд желательно чтобы у вас была адекватная башня следить за картой как обычно не зевать если на горе танки засветились вы должны мгновенно заранее оценить успеете вы туда доехать под железку чтобы пострелять на гору приезжайте туда если необходимо и стреляйте по горе потом также должны опять же смотреть на карту где вы больше будете полезны стреляя с под железки на гору либо возвращаться опять на центр из центра работать по зелени либо по центру также здесь не помешает очень хороший обзор в этом вам помогут просветленки идут пайки и перки на обзор орлиный глаз радио перехват все это принципе я почти на все танки качаю и ставлю поэтому у меня с подсветом проблем нету и на этой карте очень часто свечу очень много также если там 1 2 арты то скорее всего я все равно сюда поеду потому что я люблю играть активно принимать участие в бою непосредственно ну попадет арта ну я тогда отъеду если мне будет сильно боль а стоять там где-то на красных линиях это не мое это не интересно если активно по центру кататься не факт что она попадет вот в принципе и все также еще не помешает играя на прохоровке считать сколько танков врагов светилась какие танки светились сколько танков не светилась и думать головой где скорее всего эти танки находятся это очень часто помогает на карте прохоровка понять да можно ехать можно ли сейчас ехать в атаку или нельзя часто бывает что гору продавили и вы не знаете стоит ли ехать по зелени вперед или не стоит так вот в этот момент стоит посчитать сколько танков врагов уже слились сколько танков светилась и сколько не светит ну и сколько арты таким образом оставшиеся танки это те кто представляют угрозу если вы поедете в атаку и вы должны подумать справитесь вы с ними или нет часто бывает что гора слилась а танки на зелени стоят на зелени максимум там 12 врага может быть но все равно союзники стоят не понимают что они могут ехать по зелени вперед убивать эти два танка занимать всю зелень и дальше дефиться от танков которые переедут с горы но так почти никогда не делают потому что они банально не могут посчитать сколько танков осталось не засвеченным вот принципе все с вами был арчик играйте красиво пока а